пожалуйста 100 штук только подряд кто возьмет билеты в тачку тот получит водокачку дамы и господа любители хорошего качественного звука всем привет многие из вас смотрели ролик на моем канале с названием аудиосистема на миллион но к сожалению немногие поняли что на миллион это аллегория почему-то люди подумали что аудиосистема за миллион но всех интересуют бюджеты и в сегодняшнем ролике мы поговорим тогда о бюджетах о том сколько стоит входной билет входной билет в хм и в этом мне сегодня поможет алексей алексей привет да еще раз представляю алексея алексей собирал вот ту знаменитую аудиосистему не за миллион а именно на миллион алексей расскажи вкратце еще раз напомни кто забыл из прошлого ролика о себе мне тут алексей я директор салона гармония звука где мы сейчас и находимся вместе с денисом к нам приехал в гости работа я в этой сфере 10 лет именно руководителем салона что еще принципе все то есть приезжать к нам в гости мы сегодня расскажем наш ролике несколько интересных про несколько интересных систем покажем их надеюсь нас посмотрит много много народу и всем будет интересно в общем алексей я буду немножечко терзать и задавать каверные вопросы и у нас видите народ показался меркантильные судя по комментариям и всем важно важен вопрос сколько стоит входной билет хай-энд да вот как я могу похвастаться я купил хай-энд систему я выложил за него сколько-то давай вот начнешь рассказывать наверное от самой маленькой системы готовым же может считаться но не знаю сейчас уже не принято говорить хай-фай да принято говорить хай-энд хотя и хай-фай есть и есть топ хай-энд топ хай-фай я просто выскажу свое личное мнение как я как руководитель салона гармония звука делают такую классификацию систем за сколько можно взять систему чтобы она имела отношение какой-либо категории хай-фай топ хай-фай хай-энд начальных альент ультра хай-энд но это мое личное мнение поэтому кто-то может с ними согласиться кто-то согласится но здесь каждый имеет право на свою точку зрения поэтому будем рады увидеть это в комментариях согласно роте ругаетесь но только не матом пожалуйста будем сразу модерировать жестко и так входной билет хай-энд давай сейчас пойдем к самой такой начальной системе который уже можно сказать ребят у меня а сейчас пару слов немножко на другую тему кинотеатры закрываются фильмы не показывают цензура сплошная вот я вам рекомендую очень интересного оператора кабельного телевидения здесь тысяча каналов не только российские но и все иностранные причем тут много на русском языке есть все познавательные bbc каналы и так далее все на русском языке то есть все что у нас на спутниках все есть здесь причем качество hd медиатека есть фильмы 4к новые все фильмы только выходят новинки в голливуде сразу же здесь причем на русском языке и все это за копейки по ссылке в описании к данному ролику вы можете получить уникальную скидку до 50 процентов на пополнение представьте вот в месяц например оптимальный пакет стоит 275 и это без ограничений фильмы сериалы все каналы какие только есть это не как онлайн кинотеатры и ви там кинопоиск там за каждый фильм вам нужно платить 300 рублей здесь вы заплатили за месяц 275 и все причем здесь можно приостановку делать это все бесплатно в общем халява для работы этого кабельного телевидения вам нужен интернет и какие-то любые устройства компьютер планшет любой телевизор дюна приставка устройство в общем этот кликайте и будут будет руководство как настроить какое приложение скачать если что непонятно вот здесь ребята из техподдержки они помогут вам все настроить и все подключить также вы можете абсолютно бесплатно взять тест любой пакет на тест и проверить как это у вас все работает вот на 72 часа акцентирую ваше внимание что данная ссылка бессрочная скидка закрепляется по этой ссылке пожизненно вы даже если ее кому-то передадите то он тоже сможет воспользоваться данной уникальной возможностью на скидку и так алексей давай мы приступим то есть к самому началу да я так понимаю ты привел меня к входному входному так сказать билету это что что то есть это будет сейчас такая системка да да это будет систем который стоит из разных компонентов мы ее составили на таскать свой вкус музыкальный кому-то понравится кому-то нет значит что здесь представлен есть представлен двадцатых источников это винил и сиди проигрыватель оба источника примерно в одном словом диапазоне не стоит по 99 тысяч рублей еще раз прияте буду перебивать то есть виниловый проигрыватель фирмы магнат который выпускает колонки да у них есть серия который они делают электронику они делают и винил винил является одним из таких интересных их их продуктов которые ну довольно-таки давно на рынке но очень интересная модель тем что она подвергается может подвигаться очень классному тюнингу плане винила то есть можно заменить голову можно поставить хороший фонокорректор можно заменить кабели да то есть питание фонокабель соответственно прямой привод что довольно таки сейчас ну не то что редкость но не так часто встречает потому что основной массе это пасековые приводы это прямой привод это многие ценят именно прямой привод хороший внешний вид он бывает также в белом цвете что очень-то презентабельно смотрят крышечку откроем еще раз 100000 до 100000 так вот 99000 9999 99000 так как так корпус то из чего сделано точно не могу сказать какой-то хороший тяжелый материал я думаю много как бы про этот винил уже было статей и роликов в интернете в том числе и делали обзоры мы кстати для него заказали новый фонокартридж который в перспективе планирую поставить то есть это идет штатная глава аудиотехника вот мы планируем ее заменить поставим более качественный фонокартридж от компании gold ring ну аудиотехника тоже но это начальная линейка то есть здесь нет каких-то изысков она довольно таки она довольно хорошо играет но без каких таких вот изысков gold ring намного интереснее он туда уже не девяносто девять до он будет подороже уже стоить но как бы это раскрыть потенциал такого стола я думаю считаю что ну то есть стол с запасом стол запасом до стол запасом с большим довольно запасом поэтому можно ставить головы в том числе им си голову можно поставить и я думаю что 100 очень хорошо себя проявит раскроет так как даже в штатном варианте он очень достойный аппарат так ну хорошо свинилом примерно плюс я вижу и мотива да это их сиди проигрывать и он же может выступать как сидит транспорт то есть у него есть отдельный цифровые выходы и можно его пустить отдельный цап взять тоже кстати моделька стоит девять тысяч источник до 100 тысяч рублей хороший рабочий лошадка бренд и мотив вообще свалится своим соотношением цена-качество такой американский high-end тоже хотя мы народных 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 аэнд без фанатизма качественно надежно вы таких правитель у нас было несколько люди покупали не жаловались то есть все очень как бы адекватно и по цене и по соотношению цена-качество и по работоспособности что еще можно сказать классный аппарат но без изысков как я уже сказал то есть нет никаких там вы не получат него все какие-то микро детали еще что-то такой хороший середнячок можно слушать фактически все жанры но в классике и в джазе какого-то сверх изыска вы не получите от него он таким уж такой более грубый для более таких простых жанров там рок-поп диско электроника то есть если прямую сравнивать есть конкуренты которые могут но в этих жанрах интереснее сыграть но в данном случае здесь мы его применили так как здесь такой начальник начальный да это один из самых достойных сиди правитель начального этапа который представлен на нашем рынке то есть и можно вас ну проапгрейдить я так понимаю его можно сам правильно да можно из-под их от ели фрауна отдельно можно поставить хороший цап ну и так же стандартный апгрейд это металл да он тяжелый тоже крышка металлическая это алюминий соответственно можно апгрейд также делать кабели то есть можно менять сетевые и межблочные кабели в принципе и на нем мысли дни собачивание стоит специальная штучка да да это артисание для того чтобы ставится обычно над ну вот чтобы крышка не да ну это из разряда и физики и эзотерики но реально работает по артисание мы про более реально работает и соответственно качественно работает ну понятно конечно адресирует во первых крышку и сам аппарат начинает давить на поверхность и конечно вибрации у него будет меньше это да это все понятно как работает но ребята не кладите туда только кирпич потому что есть есть нюанс а то сейчас после нашего видео скажут мы положим кирпич можно книгу сложить хорошую ну книга должна быть очень толстая потому что это война и мир да 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 так значит и мотива и виниловый проигрыватель мы в качестве источников но часто вот винил не все любят да особенно те у кого 99 тысяч рублей это же более все таки состоятельные наверное джентльмены и и дамы а вот сиди проигрыватель наверное уже из моды выходит на что век век то уже какой на дворе может быть как-то какой-то стример или еще что то есть мне можно добавить в эту систему и стример здесь это проблем нету потому что как бы мозгом основой сердцем системы является усилитель так мы сейчас ему перейдем быстренько кратко по стримеру завод и если мы не берем винил не берем сидюк а берем стример вот в эту цену 99000 мы можем уложиться может ложиться есть хорошие бренды это допустим не праймер хороший бренд американский классные стримеры установки не ровно 100000 до 100000 очень больше того что учитывая рост и курсов сейчас да и как бы он стал дороже буквально вот несколько дней назад может неделю назад соответственно есть корейский бренд очень хорошие коктейли аудио тоже в этом диапазоне можно приобрести эфи опять же хорошие них есть стримеры маленькие недорогие аппараты к довольно компактные потом что у нас еще есть блюса у опять же качестве именно файл транспорта с отдельным запом принц то что это усилитель есть стройница ну в общем со стримерами алексей если что поможет и расскажет подробной и вот давайте все таки уже перейдем к усилителю потому что постоянно на него мы ссылаемся я вижу на нем такие надписи да то есть веселые dsd usb аудио что там всего это одна из моделей компании кэри аудио они знамениты своими усилителями преимущественно ламповый бренд поможет китайский американский американский бренд делается в америке не китайский точно усилители достойны вот у педра тоже у нас с ним есть ролики кто подписчики канала знают уже лампу у сети кэри аудио мы записывали их звук и в принципе такой бренд может быть не сильно раскручены да но делает хорошие вещи да и у них есть линейка интегральных усилителей соответственно и вообще транзитных традиционных это усилителей соответственно вот здесь представлена один одна из моделей это sl300 универсальный аппарат у него встроенный цап встроенный bluetooth то есть его можно подключить отдельно допустим если у него это уже не опять же учитывая стоимость усилителя порядка 700 тысяч рублей подожди будет у нас туда ну это америка это сделан в америки это разработки не в китае да это легендарный бренд причем бренд именно идущий в моду тазаре и в ногу с модой так как сейчас очень популярные устройства интегрированы все в одном то есть ему можно подключить отдельный допустим там ноутбук или планшет из него запускать на его цап использую как будто его родной цапа что он классом выше чем в любом случае ноутбуки и в планшете и используют его в качестве цапа и усилителя раскачает принципе практически любую акустику за исключением самых тугих колонок которые есть на рынке качественное звучание они пытались и принципе их получилось принесли ламповый звук в транзисторную технику то есть они очень похожи именно по звуку на ламповую технику но какая схема техника не даже там нет ни д класс это б класс но и такое что по моему моему мнению у каждого бренда есть в силу того что это чье-то детище какого-то человека которые любят какие-то жанры музыки или стиле музыки естественно как бы и посолка ли начали с ламповых до их основа естественно она осталась и просто даже в транзисторной техники они и звучание чем похоже на ламповые да но никому не копирует лампу и звучание у него нет какого такого шарма но по сравнению с другими усилителями с транзисторами он именно ближе к лампу по звуку классный аппарат у него есть стрелочки давайте включим вас данные стрелочки это все светится я вот вижу синий такой цвет ну это пузырики это плёночки тут нужно выдают обращаю внимание так но это получается как сердце аудиосистемы до стрелочки есть стрелочки у нас сейчас народ любит то есть все как бы это и современность и стрелочки и характерные элементы лампового звучания 300 ватт в пике серьезно или это прям какой-то пик пик какая у него вообще мощность мощности на 300 ватт заявлены на канаву на 8 8 300 ватт это на 4 то он может там и 500 наверное давать а сейчас там точно не скажу надо это посмотреть но информации про нему очень много в интернете можно почитать посмотреть поскольку он тяжелый на тяжелый толстая тоже алюминиевая панель там даже внутри чуть засветилась да там ну так хороший аппарат ну да алюминии все классно на так значит его главное достоинство это то что в принципе стример сейчас опять же я возвращаюсь к этим стримером которые сейчас популярны можно к нему стример без цапа подключить по юсби и в принципе он хорошо будет играть да интересно сразу такой вопрос если вот мы берем сидюк этот и мотива и его по цифре подаем сюда да по оптике допустим как сел до того что он дилю попал ну поэту и мотив это юсби не будет и подаем по аналогу и как будет лучше играть есть вообще смысл то вот в этом сиди проиграть и но не то что здесь на разравнивать здесь сразу свои свои уши да и это лучше и нас слушать кому понравится больше винил кому понравится больше цифра зависит от того как человек слушает говорю не проведена игру про качество этого цапа она заражает да если включить цап сидюка по аналогу сидюка выдать или по цифре но мы ставили таких аппаратов несколько и мы всегда принципе использовали цап усилителя так как он играет интереснее чем мотива прямое сравнение нам больше нравилось в таком виде он как-то больше музыкальнее поинтереснее хотя и мотива имеет свой очень хороший цап и также качественно выдает просто здесь вопрос получить максимальный эффект от и мотивы нужны довольно дорогие кабели посол мы разговариваем сегодня о бюджетах данность выдать сильно сапа то есть полосные выходы полосный вход то наиболее недорогой кабели сейчас существующих вообще в сфере хай-фа и хай-энда это оптика потому что если кто-то скажет зовите мне оптический кабель там стоимостью 200-300 тысяч ну мало кто сможет сразу так наугад назвать там бренд или позицию вот а другие камеры балансные пожалуйста у каждого уважающего себя кабельного бренда есть балансный кабель за 200 300 тысяч и дороже существенно а здесь оптика там не знаю сейчас есть оптика у него аналоговый выход баланс балансный баланс и баланс и за эти деньги уже баланс но это уже действительно как говорится заявка у этого естественно усилитель тоже есть полосы входы и балансный цифровой выход есть поэтому а оптика ну наиболее недорогой вариант получается и довольно таки интересный качестве звук но это можно все конечно слушать потому что это все мое личное субъективное мнение поэтому как с ним может согласиться кто то нет поэтому мы сейчас раз у тебя с дыма просто доверяем тебе а те кто не доверяя это хочет проверить пускай приходит когда все в гости мы все и примет я приму напою кофе если будет холодно согреет и будет жарко охладим кондиционером да все условия нас приемлемы любые варианты прослушивания в том плане что приносит свои записи там может свои источники компоненты нам эта тема очень интересна и мы не навязываем какие-то именно элементы это наши то сказать импровизации наше творчество плане подбора разных компонентов вот эту систему крупным планом возьму собрать вот это вот в на ваш вкус она собрана ее можно конечно перекомпоновать данный вкус любого слушателя проражей зависимости от размера помещения опять же потому что сейчас на этом случае играет с акустикой файн аудио да мы сейчас 2 и это одни из много колонок которые остались так сказать живую в россии то есть сейчас живу все умерли но не умерли все распроданы и большинство да то есть мало где можно встретить в салоне живьем с ними есть определенные моменты по поставкам ну как и сейчас со многими брендами поэтому в живую но не так новых осталось и соответственно именно в таком цвете довольно таки интересным красивым благородный я бы сказал акустика если кто не знает это ребята в свое время насколько я знаю работали в том но и вот и принесли свои элементы вот сейчас динамик высокочастотный среднечастотный совмещенный да это звучание хотя не похоже на то мной по моему мнению она немного другое хотя конструкция схожа конструкции похоже я вот честно говоря немножко скептически отношусь к маркетингу и все кто смотрит мои ролики уже это знает я все-таки считаю это легенда скорее всего что ребята работали в то но и чё что но не пристрелил этих ребят которые украли технологии многие ребята как сказать ребята инженеры так называем которые работали других компаниях и вышли из этих компаний стали легендарными личностями это на самом деле до гостина там не знаю многие другие имена не только сербин от франка сербин да как бы он это ушел из солнце фейда поэтому имя которые там люди не были сильно инженеры и они ушли и открыли свое дело что ты мне нравилось политики потому что многие бренды перейдя под управление крупной корпорации стали просто брендом они каким-то творчеством или допустим компонентом которые делают люди и поражают свои стремления и как бы любых к музыке через эти как железки колонки как многие называют поэтому здесь все это такой нюанс в чем еще то есть да вот давай мы сейчас по акустике во первых по звуку как я уже сказал не похожи они на чем чем не похожи вот я их слушал эти на выставке с кошел и слушали который слушает том числе рок-музыку они играют и лучше чем то но и то есть она и рок ну для меня зачастую как бы я ну не понял в плане рок-музыки честно вот эти ребята они играют классно рок-музыку мы изначально брали то что мне понравились хотя мы их на выставке слушали нам тоже они начал не приглянулись то потом мы взяли в салон их подобрали железо принц микс кри аудио вручей стестирую кабели вот и получилась очень интересная связка вот нас несколько комплектов люди брали получились кири то есть сочетание именно войны и кори ауди очень интересное это что файн аудио бренд молодой и из-за этого они не перенесли не переоценен не заевшиеся они делают на совесть на качество делают хорошо и пытаются привнести свой именно вот вклад в музыку и в качество исполнения но отделка до хорошая даже ставочка конечно пальцем когда трогаем марки но уже я вот алюминий пальцем труда здесь аня лак и у нас приходит на на кругу и поэтому это очень интересно играют и динамик похож на тануевский по конструкции кстати вот динамик как тону и делали 90-х годах полипропилен до диффузор ну это то что они взяли лучшее из-за но и и принесли какие-то свои нюансы и соответственно бренд final не так давно на нашем рынке но получил очень такой достойный развитие распространения многие стали его поклонниками в том числе салон гармонии звука да у нас есть большой ассортимент довольно таки начальный линейк файн аудио то есть это у нас какая в линейке там это получается у нас там где 300 и 500 700 3 снизу насколько если не ошибаюсь 300 и есть несколько моделей в 500 серии песни 500 спи специально помню здание и вот есть 700 серия и них он тоже есть две три модели насколько я помню напольных колонок есть также поучники как это 700 правильно так мы про цену про цену не поговорили цена на них сейчас есть мне память не изменяет если не ошибаюсь они стоят порядке то 930 960 тысяч надо просто смотреть курсы скачут и соответственно на сайте официального представительства есть цена рекомендована розничная ну вот все хотели систему на а мы получили колонки за за миллион до хорошо колонки до но то до колонки до миллиона в принципе да такие колонки до миллиона у нас есть салоне колонки которые стоят от файн аудио серии 500 который стоит 200 тысяч рублей он то есть у меня и такой ну мы сейчас не пойдем они на поле ники 77 78 тысяч вообще стоит но и там тоже как все они да только без вот такого как бы изыска более классический вариант не в них в начальной более классический отдельный динамик отдельный twitter а уже в 500 серии уже идет вот такого уже как еще раз коаксиал минимально сколько сколько стоит входной билет в коаксиальный от 200 тысяч и то есть там будет примерно та же самая конструкция только поменьше на динамике поменьше корпус попроще отделка попроще фильтры попроще разводка кабельные внутри колонки я цена говорю ориентировочно там уже я понял да все меня сейчас меняется да и очень быстро и тут как бы сегодня так завтра роли посмотрят люди через месяц и скажут алексей там она стоила 500 тысяч допустим этого стала стоит 100 тысяч рублей поэтому ценности ориентировочно они все в доступе есть на сайтах не только на нашего процесса и на сайтах официального официальных поставщиков других салонов поэтому все можно увидеть живой вот так динамик здесь я так понимаю 8 дюймов до до басовый динамик и мид басовый это же вот этот twitter коаксиальный таноевский практически таноевский ну по виду миг металл рассеиватель до схожи но говоришь настройка звука другая да они подвес подвес такой интересный немножко тангенциальный как у старых добрых пять годыша который кстати хорошо звучали ну да такая сзади сниму сзади так у них by варен клеммы лимы кремы нормальные хорошие зря конечно вы перемычки я против но это так но уже от меня тема не убивая я понял поэтому перемычки необходимо поставили хорошие нештатные поставили перемычки от nordost кабель тоже nordost поставили то есть это немного изменил характер звучания файн аудио вот и заиграли чуть по они чем они играли с родными перемычками поэтому давалось воздуха если так по-простому говорить звучание стало высокий частот более воздушным более открытым и так давай щас мы немножко резюмируем по этой системе у нас получается вот начальный билет колонки там около до до миллиона усилитель 700 700 ну и источник там в районе сотни да то есть вот двушечку без кабелей да ну обычная такая вот коммерческая фишка всех кто продает хм говорят кабель должен стоить сколько процентов кто говорит 10 так и говорят но на самом деле здесь сугубо личные как сказать мнение каждого будущего владельца системы потому что можно вложить 10 процентов да но иногда это бывает немного неадекватно а иногда это кажется каплей моря на фоне системы поэтому здесь лучше подбирать кабели потому что кабель по сути дела он же не дает какой-то свой характерный звук он только может добавить либо убрать систему преподнесет и да поэтому хотите побыстрее звук ставите более такие быстрые кабели типа народа ста хотите больше такого низа и допустим мясо поставьте то же самое такс медный да то есть вас высокий будут чуть подрезаны но по низам будет лучше поэтому сочетание акустика допускает подключение биваринга можно наверха поставить серебро на низа иметь то есть такое тоже возможно и часто люди так и это экспериментирует поэтому кабель но у нас есть часто стоит кабель от nordost серия хим дал акустический дал стоит фактически одну пятую стоимость колонок в качестве эксперимента да хотя это принципе ну них совершенно кабель в плане то есть снова диапазона если мы опять же так берем поэтому здесь чистая такая как бы сборка идет то что понравилось некоторые люди являются сторонниками монобрендовости в кабелях но исходя из того что все кабели кабельные бренды точнее делают кабели по-разному и кто-то делать акцент на акустических кого-то межблочники получают хорошо кого-то сетевые поэтому комбинации но они они допускаются разным можно акустически посреди одного бренда сетевой другого то есть и можно индивидуальный подбор сделать потому что я слышал пример когда не всем нравились системы полностью обвязаны от nordost а вот были системы наоборот которые полностью обвязаны от nordost ам за исключением сетевых проводов поэтому тут уже очень и это индивидуально и мы каждый раз подходим к этому вопросу именно исходя из пожеланий наших заказчиков клиентов приходит или просто любители музыки сравнить кто-то делать сам кабели у нас есть пример заказчика который очень долгое время слушал просто медную хорошую проволоку и потом спустя несколько лет он раз слышал кабель это был ван дэн ху как я спалю и варинговый ему очень понравилось и он до сих пор его используют и ни на что другой не менял хотя по идее переслушал огромное количество кабелей и ничто его не впечатляло мистер ван дэн ху его впечатлил хотя это был один из таких недорогих кабелей начальной линейки поэтому тут все индивидуально кабелями это больная тема особенно господа подписчики комментаторы эту тему любят и кабельную я конечно когда-нибудь на сниму ролик про кабель и когда будет время и кстати их измерю потому что я ну пока не видел чтобы кто-то пытался измерять кабели но на самом деле можно это сделать и как-то сопоставить их влияние на звук и их технические параметры что в колонках всегда какие-то параметры указывают в усилителях указывают а в кабелях не указывают кроме сечения вот но у них тоже есть есть это редко изоляции редко материалов используется не в основном кабели на миллион как говорится у каждой такого топового бренда кто делает кабель есть свои фишки так называемые допустим кристалл кабеля они славят свои металлургии да когда делают сплавы допустим тот же самый скогрант который снимали в системе которые в прошлом ролике там именно тоже сплав из меди и специальная изоляция да то есть техническая есть в принципе в интернете можно смотреть у каждого кабельного бренда есть свои истории свои бренды идут разные подходы и соответственно здесь идея очень интересные вот но параметры не всегда могут так сказать совпадать по измерениям там пришло ушло и соответственно это то есть некоторые особо экзотические бренды создают с нуля кабели которые по сути дела ну известны как говорится всему миру то это оптические кабели это кабель ethernet кабели юсб когда фирма одна испанская не буду ее называть возможности наконец появится у нас здесь городе они создали с нуля оптический разъем они создали с нуля разъем ethernet фактически для того чтобы преподнести именно максимум цифрового звука потому что штатные разъемы которые используются зачастую во всех кабелях до придуманы много лет назад они не всегда устраивает а уж обычно используется именно сам кабель а разъемы они ну зачастую бываются на как грунт какого-то бренда и просто ставится редко то есть кабельных брендов разрабатывать свои разъемы конечно разъем кстати есть слабое место да это очень как бы особое место и слабое место может быть колонках иногда сама разводка кабельная которые не все бренды даже хай-эндов ски используют топовые кабели как бы и зачастую применяют обычные кабели вот свои это акустики но как бы и многие за это то есть скептически к этому потому что есть бренда реальном где проводка сделана полностью кабелем специфика специальными когда к ним подходит такой же кабель естественно дает эффект когда кабель сделан внутри простой максимально простой а к нему подключается хоть дорогой кабель но естественно потребителя возникает опроса за что какой-то что водка почему как в принципе думаю так так как и так и денис в кабельные каскаде брендах не уверовал еще вот в этом плане поэтому не уверовал но когда я разбираю дорогие колонки и вижу там сопли за то копейки я конечно не понимаю за что ребята взяли деньги тогда вообще но это особенность это добавлю буквально еще что это именно следствие маркетинга многих крупных брендов когда уже массовость удешевление но без этого никуда в нашем мире поэтому и колонки даже с не очень качественной проводкой могут звучать достойно и некоторые люди могут не заморачиваться этим и использовать и слушать в общем провода это не определяющие в качестве звука мы застрились немножко на проводах да давай мы сейчас еще раз значит эта система с проводами будет 2 плюс 20 то есть это входной билет ребята готовьте 2 с плюсом и тогда расскажите что гармония звука на данный момент сейчас это входной билет именно у вас есть еще другой зал я там был мы часто не побежим а там уже прям такой хай-фай чек там можно собрать системку гораздо попроще подешевле но мы не пойдем потому что но не так интересно по крайней мере для меня и плюс к тому что это для людей которые будут комментировать также сразу отвечу что именно это наше сугубо личное мнение салона гармония звука что вот данный момент данная система можно получить какое-то и на представление о том что такое хай-энд как он может звучать некоторые могут назвать эту систему топ хай-фаем потому что подразделение дает вроде 7 хай-энд еще но уже как бы это и не хай-фай обычный ну потому что даже многие бренды позиционируют себя как хай-энд допустим тот же самый кэри них нет дешевых продуктов они по сути дела вот этот усилитель это их начальная моделька модель да есть у них еще универсальный аппарат это стример и усилитель который стоит дешевле чем этот усилитель но если считать отдельный модельный ряд то у них в слов все компоненты вот от этой цены и дальше они в основном все двухблочные есть у них вам по усилителям но тоже они начинаются там если я сейчас не помню того цен не проверял по ним там 400 500 тысяч до за вам по усилитель мощность там 30-70 ватт соответственно и мотива является народным хай-эндом ну что не сталкивался кстати она стоит своих денег и немножко вначале магнат как известный бренд по производству акустики создал свои линейку железо частности винил упрыть у нас единственный у них в модели в ряду по сути дела является и собран из топовых компонентов начального уровня по судил тоже начальных аэнд файнаудио тоже ребята кто мной всегда считались таким топ хай-фай хай-эндом то есть соответственно это начальни начальная линейка это средняя более мелкосерийная за более как бы к ручному чем тут же дали ручной официально записать на ручной все фабрики делают ручную короче в подвале два товарища собрали солидная фабрика дороже мне просто комментаторы часто пишут что я в подвале там что-то собираю можно ответить сразу этим комментатором все великие бренды начинались подвале неважно феррари это был ламборгини или это что-то из аудио все великие бренды начались подвале но дело в том что мы заказываем каждую комплектующую каждое комплектующие каждую деталь на заводах чертим чертежи проектируем и в общем нельзя сказать что прям все все в подвале хотя если вам от этого легче ну пожалуйста считайте ладно алексей не будем сейчас мы про это давай про следующую систему да давайте не сюда сейчас тогда я разворачиваюсь так это у нас следующая система давай алексей рассказывай я конечно сразу хочу какие-то реплики не дать тебе слова не сказать что я увидел что сердцем этой системы является мпк 005 с ну ладно давай наверно про него расскажешь чуть попозже могу сразу рассказать это один из источников по сути дела системы реально рабочий да это высточенный это образец кнопочку нажми чтобы он засветился сейчас не подключено надо это включить можно было чуть побольше времени когда будет нас мы все послушаем из низком еще раз приедет здесь вкратце на что представлены две системы совершенно разные по концепции построения это поучная акустика от шведской компании martin аудио ну да мы знаем уже этот мартин на кутончиках делаются но тут я смотрю не окуточки тут керамика но не акуто маска злока знаю но надо как говорится не буду прямо заявлять сто процентов так как бренд для нас довольно-таки новый не так давно сама гармония звука стал с ним работать мы еще изучаем его смотрим слушаем экспериментируем с разными усилителями сейчас в данном случае он играет с лампом интегрального усилителя джадис джадис нам известен да это хороший французский бренд классный бренд очень музыкальный там ничего лишнего даже пульта нет это не его это от мбл но я не считаю что пульт это лишнее честно говоря это не то что я уже старый стал мне хочется с дивана регулировать так ламповый усилитель двухтактный интегральный на каких лампах ой сейчас не исполнить того что вам насколько помню что там менялась но не буду говорить заранее того что так то вообще был как нам прислали его в штате вот поэтому ничего такого не делали но может быть до этого что-то делали потому что это дыма это образец мы тоже его в качестве экспериментируем подключили его к марта ну ну то есть тугие полочники да с лампом усилителем и нормально да но здесь мы почему-то не скачу к но это мы почему подключили на ламповой то что динамики являются мне классический материал бумага или допустим шелком поэтому хотели перенести теплоты звучание вот эту жесткую скандинавской звучание жесткую керамику захотели вам мягким звуком и и как как хорошо хорошо получилось интересно получилось они совершенно по-другому зазвучали я не думаю что где-то еще по карамель в обозримом на сказать сину и радиусе салонов поможи можно послушать именно вот марта на сочетании с усилительным джадис очень интересно играют но весь кажется сам должен оценить уже насколько это интересно потому что марта на и наслаживаться своим окутом на звучанием своим довольно таки таким острым быстрым острым быстрым звучанием здесь он стала помедленнее чуть сгладили сверху то есть и она я считаю на мой слух стала пригодна для более длительного прослушивания ну зависит от того кто как слушает долго и здесь именно длительность прослушивания с вам по усилителям она очень интересно получилось но вот кстати вы не первые видите как вот у меня есть несколько роликов про аудиосистему петра у него как раз таки акустика на кутонах и у него ламповый кори аудио и он сказал что прям ну вот она дополняет друг друга дополняют друг друга до излишне то что естественно разработчики данной акустики делали акустики так как они слышат и видят звук и слышит звук они видят естественно как бы не всем это может быть совпадать на сто процентов с их мнением поэтому для этого существуют разные компоненты разные усилители точные ламповые чтобы сделать звучание более пригодным для личного прослушивания себя любимого так и сколько же вот такие маленькие полочники стоит просто сейчас я думаю что вот здесь по входному билет насколько я помню у них была старта порядка девяти тысяч евро вот от сейчас мои сколько цене давай говори в евро что пока примерно был такой ценник единственное что цены меняются не только у нас из-за курса но и за границей у них газ дорожает и соответственно керамика становится дороже что-то что дорожает что-то повышается постоянно цены и растут они как бы не по два-три процента по 20-30 процентов поэтому цены вот мы естественно когда она там приходит мы конкретно точняем цену на день прослушки допустим или день организации там покупки естественно все это будет это обозначено а так пока примерно не было от 9000 это без подставок это с подставкой поставку то есть это что-то треком прием хороший шаг то есть такой сзади посмотрю но не фазик сзади терминатчики не дешевенькие то есть это не поделка как не такая прям серьезно что хотя это не является какой-то там топовые клиника это одна из начальных линеек просто бывают колонки там за 5000 евро сзади туда смотришь вот тогда там пластиковый вставка и такие маленькие крутилочки и ты сможешь колонки 5000 евро ну мне вот фокальчик это камень это в огород вируса на аудио когда у них клеммы очень близко расположен да 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 ну они стремятся чтобы мы спалили усилители купили ну почему но они много неудобно неудобно с точки зрения как не только человек который продает систему но инсталирует их довольно часто особенно если кабели качественно они обычно толстые очень сложно вот сейчас нету такого нету бренда не помню точно как он называется американский почти канадский бренд был неплохо точно звание за там у них кабели были очень толстые сейчас они уже но не фирма закрылась не бы не производится и они кабель вы настолько мощный что их просто вот ну подсоединить клеммом которые были близко находились но это было просто мучение они еще как-то то есть ну просто и даже не залазили то есть я такой встречал своеобразно очень клеммы вилса на аудио вы стойка аудио очень своеобразные клеммы где надо именно подобрать специальные и не знаю чем это делать разработчики хотя и бананы туда не 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 с ним ставить лопатки друг другу прикасаются очень очень интересный подход на это конечно их право но вот таки можно если смотрят наши ролики ролики дениса ребята известно у нас есть уже ролик с алексеем про вилса на аудио и про зелатон и там кстати мы говорим как раз таки про близко расположенные эти клеммы так что господа извелся на аудио сделайте дальше клеммы были маленько пошире потому что те же самые золотоны но элементарно золотонов мундорфовские такие огромные вот такие стоят блямбы туда хочет промахнуться и как бы попасть и все как бы замечательно не ну тут у мартина все размерчик до маленький скромный но клеммы для 20 квадратов очень классно будут играть то есть практически все жанры универсальные без фанатизма естественно акцент на малосоставные джазовые и блюзовые коллективы классические коллективы малосоставные вот это прям трэш рук и легкий рок то есть дартс рейдс там пинг флойд скорпионс баллады прекрасно какой-то прям трэш и ну естественно это уже где-то немного не то акустика не тот не то усиление чтобы выдать такой как бы звук я понял так джазис мы по цене с тобой не проговорили да где-то примерно в этом же диапазоне плюс-минус надо смотреть потому что сейчас тоже цены менялись соответственно это если подписчики скажут алексей цену так не знает не так часто мы как бы спрашиваем больше слушать люди а когда дело доходит до сравнение мужа ребята алексей не математик да и не продавец а больше энтузиаст которые которые расскажут а цену можно и по цену можно найти в интернете соответственно цена везде рекомендованы по большей части идет соответственно у нас на такая же будет как и по большей части везде в интернете еще одну скидочку можно договорить тут мы не будем про это или как обычно блогеры говорят скажите кодовое слово и получите скидку ну ладно без можно будет решить так а источником что источником здесь является олимп олимп как один из вариантов до 38 это не работает но здесь за 19 это он для антуража здесь сделан то есть вот никак какой прям супер источник то есть поэтому сейчас есть катушечники более высококлассные но это такая дань моде у меня был олимп звучал просто шикарно о любой сидюк в 90-е он клал на лопатки причем на 19 скорости играл просто великолепно источником здесь является надписи сиди проигрыватель компании mbl серии корона серии корона ну прям название они не стесняются до типа ну мы корона ну они хотели у них был спорный момент из-за этого они корона они типа это побоялись что коронавирус туда-сюда или корона видов видов или спил ну да корона так и сиди проигрыватель здесь я с позволения дениса сделаю как бы эту ремарочку и посмотрю чтобы цены точно называть но вода что будет всей взял шпаргалку сколько нас его знает по параметра и всего может рассказать по ценам по ценам здесь я не всегда могу это чтобы потом не было голосом и сказать что ли все и цены но позор сша это какой-то акрил не металл но опять же это все вкус боковинка металл металл я все-таки не хорошее люблю дорогая эта пленочка это естественно газа . специально чтобы такие грязные руки как мои не оставляли отпечатков поэтому тут пленочка да здесь очень довольно таки марки корпус поэтому на как знаете в автомобилях есть такую пока новый весь а потом потрогал и стал старый мне нравятся такие загрузки мне кажется не диск церапают ну зависит от того как они сделаны потому что соглашусь что в недорогих компонентах вот такую загрузку бы не делал но это опять же мою соглашусь я тоже не сторонник таких загрузок а потому что ну опять же есть диски очень дорогие эксклюзивные и с очень мягким вот покрытием они легко царапаются даже от есть диски которые в частности я никогда не видел что можно было поцарапать вот через такие приводы допустим супер аудио сиди или там hdcd на золоте потому что покрытие другое совершенно но не царапают я не видел здесь просто в чем но это меня не все ассоциируют с автомобильными как вот элементами да но это опять же приводы мы не знаем почему производитель именно так сделал то есть сейчас не выпускаются у них есть у них топовый источник у мб или транспорт у них открывающийся мы говорим что это начальная версия самая бюджетная поэтому ребята здесь будут какие-то минусы особенности больше 12 500 евро согласно новому прайсу ну еще и кнопочки одинаковые на расти я его ругаю алексей вот я человек который первый раз пользуюсь этим аппаратом я хочу нажать play стоп как не узнать они все одинаково они будут все отображаться на дисплей и там все просто он тоже не покрыть старшим аппарате и там будет еще более старше плана тогда мы к ним вернемся отстанем от него временно интегральный усилитель они как два брата близнеца у этого ротик а у этого носик они у нас интегральный усилитель работает на акустику тоже компания mbf 111 модель кстати интегральный усилитель стоит 15 500 евро убираешь прогалку мне больше нравится это разговаривать я тоже я тоже в деньгах не не такую специальности более какой тут это не какой-то там сверх коммерческий ролик соответственно я вы просто у меня подписчики и штрибут каких-то цифр в комментарии мы видите как поддаемся влиянию так значит колонки до главная краса особенность вот железо убили то их не их не совсем не выдаются они своим железом они выдаются но просто хорошие хорошие классные железо для своих колонок разработанные рассчитаны чем известен мбл это динамики брониха очень много написано очень много написано очень много технологий 40 лет соответственно главный принцип излучает звук на 30 градусов так как любой он тарапертурные у нас такие были были такие давно но это другие до совершенства и они стабильно работают стабильно производится соответственно главная особенность это именно получение адекватного живого исполнения так как многие инструменты музыкальные играют на 30 градусов по сути дела если мы не берем допустим гитару с комбиком то рояль скрипка как контрабас саксофон альт арфа они играют все не прямо на 30 градусов то есть нет такого что излучение что идет именно вперед и соответственно от милецкий и его партнеры милецкий что-то фамилия какая-то это разработчик и он разработал и придумал это много лет назад и мбл является одним из лидеров данной отрасли который пропагандирует именно звучание вокруг то есть до 36 градусов звук вокруг был раньше бумбок здесь такой но это другое здесь опять же помимо динамиков динамики средний низкочастотные являются классическими алюминиями сеточки снимаются да но сейчас можно снять но наверное будет проблемно но если сможешь с ними я же как производитель динамиков люблю посмотреть на динамики тут значит два сабвуфера с этой стороны саму с этой стороны сабвуфер мидвуфер мидвуфер но здесь ничего или фазик нет это просто сетка фазик находится сзади сзади и опять же они двухблочные басовый кабинет с двумя басовиками фазик сзади он там сколько клемм биваринг также возможен а но это понятно там кроссовер и вход на басовый кроссовер уход на сочи вы че кроссовер проходит и после кроссовера выход и на этот кабинет соединяется до каких клемм перемычки здесь тоже можно менять и улучшает звучание но тут разъем то какой здесь банан банан используя классическим лопатки и банан поэтому можно менять для тех кто не знал можно брать хорошие перемычки экспериментировать звучание будет другое кстати можно кроссовер внешне использовать вот это вот вытащить из внешнего кроссовера бахом сразу за да да и вы получите другой звук так я сейчас двух словах расскажу как вот это вот штуковина работает а похоже прямо не знаю на арбуз на какой-то в общем это вся тема раздувается там катушка стоит звуковая в принципе такая же как у обычного динамика и она вот так вот работает и вот эти вот полоски такие ленты нарезанные они вот пункт пункт так раздуваются ну и изучают звук это видимо верхняя середина это высокие частоты ну и вот тут какое-то рассеивание к это вот линза это тоже в принципе линза такая акустическая надо так вкратце но в этих колонок как алексей сказал есть свои мы не будем говорить плюсы и минусы у них есть свои особенности наверное близко к стене их нежелательно ставить и ну вообще они хорошо играют более свободно пространстве когда у них чувствительны к помещению их надо ставить просторные помещения и в принципе наверно но хорошо физически обработаны не совсем согласен с этим потому что здесь в чем нюанс они могут играть наоборот помещениях которые не вот такой-то специальной акустической отделкой так как они играть их на далеко ставить от селези пленда они по играют именно больше на отражение в чем это большое помещение они даже стоят далеко от стены ну далеко но и был очень много инсталляции есть в том числе на роликах в ю тубе и фото когда их ставят довольно таки ну это что близко но в разумных пределах от стен от задних и боковых я недостойно играют и главная особенность то что ну я для себя отмечал и для многих моих заказчиков которые выбирают такие системы это нету точки это эгоиста в стереосистеме когда чек сидит и только для него сделано но это бывает такая особенность многих систем стерео я уже сказал да вокруг конечно будет атмосферы вправо влево уже не получается присесть там или лечь еще а здесь можно как сказать они не направлены они очень да у них допустим может быть не быть такого давления как у классического динамика потому что тычок таки это немного другой принцип за и это излучение малый барабан в грудью грудью но тут можно есть может бить на не единственное что довольно таки низкочувительные точнее даже довольно они очень не исключены но у них усилу кстати родным и чуть про него быстро замокли как интегральный он сделан нас пока система стоит в стадии прогрева мы ее пока не демонстрируем клиентов полной возможности так как мы ожидаем летом прибытие полноценно еще одного предусилителя и двух моноблоков для этой акустики а все-таки этот интегральных слабова то есть они совсем низкочувствую 80 до децибела чувствительность хоть не соврали они очень тяжел поэтому железо именно и бель хорошо очень играет с их колонками того что очень именно требовательных плане мощности и в плане тока еще если путь для любителей очень часто встречаются связка теплицы и плюс mbl это тоже немецкий бренд на особенно серии хай вольтаж которые выдает мощный ток очень достойно тоже с ними играются белим но родное железо она оптимальный такой моно бренду и получается комплект вот и по звуку классно если человек поэкспериментировать то допускается то есть можно подключить хоть того что ламповое усиление но ламповые усилители очень классно по крайней мере по тоже я читаю много форумов отзывов играют американской компании вак очень бывает что встречаются именно с мб или мирами этот бренд он очень мощный по звуку именно по мощности выдает хороший ток и и он может их реально качнуть а так я по крайней мере не встречал на просторах в нашей страны чтобы бели ставили именно с каким-то вам по усилителями зачастую это моно брендовый комплект ну есть еще примеры компании витус датская компания которая ставила и на свои усилители с мб лим тоже включать с классное звучание новостной массе именно родное усиление очень хорошо раскачивает акустику так как мы его проверяли это усиление как показано другой нашей системе покажем тоже да с другой другим акустическим брендом железо частности усиление у мб или очень мощная раскачивать любые колонки просто играючи то есть без всякого напряга без всего они просто мест мест неисчерпаемый источник энергии драйва и всего остального я подключал мб или в том числе к пока вам к серии утопия по сравнению с тему железом который там стоял просто как бы разница очень существенной то есть на там десяти процентах 15 процентов громкости и играла так же как там на 30 40 намного более мощный и более контролируемый звук вот именно от железа мбл если подключать их не родные акустики они именно запасом с большим сделан для своих родных от колонок чтобы их и на реальный качнуть поэтому мы сейчас пока в стадии прогрева у нас идет и мы ждем полноценное усиление комплекта это моделька является 3 снизу 3 сверху то есть до выше нее еще модель 101 mk2 и 101 extreme mk2 час уже вышел и вот эта моделька модель является одной из такой вот золотой середины хотя у них являясь таким знакомством в мир мбл а это 101 mk2 и здесь уже денис мы подходим к тому что вот этот комплект уже реально является хаентом уже вместе с кабелем даже вот в этой простой конфигурации интегральный усилитель сиди проигрыватель и акустика без кабелей у нас получается почти 90 тысяч евро еще раз 90 тысяч евро и нас пара колонок нет это на акустика 55 тысяч евро вот эти до сиди проигрыватель и 15 тысяч евро у нас 15 усилитель соответственно плюс кабели и мы выходим к планке 100 тысяч евро за классический моно брендовый немецкий звук ну я же сказал что это классический звук еще раз все-таки не вот особенно 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 но я все-таки считаю что вторая должна быть эта система ну то есть пучок это же быть стандартные колонки и потом он купил такие либо статы до либо какие-то магни паны магни план и либо рупор и либо рупор и да вот здесь я соглашусь полностью с денисом так как система но либо вы очень любите фановые фанат это этого бренда и вы прям только либо вы поставили в какую-то комнату там гостиную зал там каминный зал и вы включаете музыку фоном они целенаправленно слушаете вот этот эффект присуда он стоит конечно стоит для того чтобы слушать некоторые жанры многие наши заказчики которые владеют данными системами иногда любят поставить какую вторую систему и получить совершенно другое представление о звуке то есть ну как он может распространяться и эту систему очень часто можно использовать для прослушивания какой-то оркестровой музыки малосоставной малосоставной да но можно много составной если более старшей линейки и вполне они классно отыгрывают главное это живые инструменты много воздуха если это какая-то концертная запись они студийные да 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 много микрофон на это пусть находится там в церкви там кирхи или какой-то допустим классный акустический подготовленный зал то очень будет интересный классный эффект самую выдающуюся сцену который я слышу вообще в своей как бы аудиокарьере я и нас вышел от акустики белья у одного из наших заказчиков есть модель по 101 и mk2 и но при топовый очень классно то есть это просто вот такой эффект когда но не только сцена но и тембра то есть тембра и у нее очень натуральные то есть именно максимально близкие к тем которые дают именно живые инструменты играющий без подзвучки что бывает очень редко в нашей жизни потому что это зачастую маленькие клубы джазовые еще что-нибудь без усиления и ты на весь этот смак когда играет рояль без подзвучки только своим как бы корпусом и mbl одни из немногих колонок в мире которые могут это передать максимально близко к правде многие сам мог не согласиться вот но на мой слух это для вот такой музыки это классный акустик найти ей какой-то компромисс в разумные деньги очень сложно то есть система которая будет играть с такой же сценой такими же тембрами на классических динамиках в основном будет стоить существенно больше пример которым проводили денис мы тоже снимали вот те же самые золотой стейдж они очень классно могут отыграть похожий принцип вот как у мбл но похожий только так как у них тоже есть открытый корпус у них все динамики одинаковые они играют на вычета у них направленность как у обычных направленность да но открытый корпус на нижней середине у них только могут да но здесь именно тембрость тембрость натуральности но стейджи более 100 тысяч евро насколько я знаю сейчас уже поэтому комплект уже будет стоить в два-три раза больше чем комплект им беля то есть опять же соотношение цена-качество саму всем этом ролик говорим про цены то здесь mbl будет более выигрышным вариантом и соответственно для тех людей в том что который любит еще и моно брендовость что таких людей очень много один из беспроигрышных вариантов поставить такую систему для опять же внешний вид тоже немаловажно что для многих ну да удивлять гостей чем-то нестандартным так ладно с этим примерно понятно давай к следующей системе ну давай рассказывай здесь колонки мне известно и как-то в одном из своих роликов и сильно загравил это акустика мы с колонок начинаем к источнику сначала мы там с точек но тут у нас уже денис их уже видел эти колонки да слышал кстати вот на выставке и да я был на выставке слушал эти колонки но категорически не понравились я даже не знал их цены я думаю они стоят честно говоря дешевле и даже подумал что не стоят они даже вот того дешевле но здесь конечно комнатка у алексея подготовлена маленько и звук уже у них другой но давай расскажи про особенности особенности те кто люди в теме и те кто не в теме тоже это расскажу те люди которые в теме слушают к тему акустика легендарного метро аудио франка сервина который был одним из главных инженеров и разработчик компаний солнце файбер решил в свое время уйти как обычно сейчас история становится за спиной стоит решил уйти и открыл свой бренд у них насколько я знаю сейчас в модели между 44 модели две поучные две напольные это к тема их старший модель ну что могу сказать акустика в все жанровые то есть нет такого что тех жанров которых она не играет если она что-то не играет значит и не правильно не слушайте вы просто эту музыку потому что очень интересно в плане качества звучание играет принципе как я уже сказал всю музыку которому они пробовали да где-то она может играть допустим классику хуже чем и где-то на может сыграть рок хуже чем это специальный там или джебель или так что те же там клепши там старый рок но если брать усредненно то это одни из самых универсальных колонок которые я встречал за свою карьеру они у нас находится несколько месяцев мы их активно тестируем греем разные усиления выбирали ну практически играют со всем что к ним подключается опять же зависимости от того насколько вы хотите раскрыть их они поддаются этому раскрытию и одни из немногих колонок которые с улучшением тракта основного все лучше и лучше становится плане звука они довольно-таки требовательны красновки то есть их неправильно расставить и они могут не отыграть как бы одни свои деньги внешние они ну шикарные то есть они нравятся прекрасным полу так что мужчины ваши супруга не будет вас кидаться каким предметом тяжелым если вы такие колонки притащите домой они очень классно встанут в интерьер практически в это в любой это крышечка она снимается то есть это да за этой крышке да да ботики за этой крышечкой 2 динамика и они работают на вот эти когда эта крышка снимает если у вас система расположена по короткой стене как сейчас на сделано то снять эти крышек дает очень классный прирост плане бас то есть низы но люди сюда в шоке как такие маленькие динамики которые находятся на лицевой части колонки дают такие низы но здесь есть секрет но не дают но нет 4 дюймовки насколько я помню они очень быстрые то есть это сочетание быстрости и вот низа классного дают очень классный эффект шоковый twitter ну в общем классика которая была в сам из файбер основой развития и становление легенды это акустики она плавно перешла в к тему ясности давать модель в собраны все все добавилось басовый очень классный у них получились что-то все так блестит здесь все блестит и снизу и сложно в общем но да она не жила на них пригласила и он их раскрутит и посад какие-то конденсаторы и все расходы есть и схемы по мистера франко схема есть фото где показывают даже в интернете доступ и где показываются элементы то что я находил их есть элементы где показываются именно кроссоверы динамики потому что вот соус фабр разбираешь без слез не взглянуть нет здесь лучше чем фокал соус фабр вот старенький как бы лучше но все равно здесь этот принцип чуть другой он взял основу из сануз файберов а как бы другие идеи которым в ходе не дали заставлять фануз файбер заставляли сус фабри его экономить и до них ушел да и как бы мастер не терпит как бы экономии соответственно ему надо было полет мыслях ох я его понимаю да и насколько он налетал по деньгам этот мастер сейчас насколько я помню порядка 40 тысяч евро стоит пара этих колонок так ну так и берите еще раз напомню сколько 55 ну то есть это подешевле это попроще да подешевле ну как попроще плане если это является моделькой моделью не особо постоянно это выскакивать моделью выше нее еще две модели то это флагман здесь выше нее уже ну понятно сравнять это нельзя я понял ты так акустика то разное то разное прямое изучение конечно я бы не сказал что тут вот это пусть по сравнению с обеими она более универсальный ну конечно она проще раскачки мы на ней рамштайн слушали вот прошлый раз приехали с объектов включили рамштайн на вилсонах на зелотонах и приехали сразу эти имбели послушать франкесе или вот имбири мы не слушали на них рамштайн не надо когда приедет усилие недостойное я думаю не стоит еще раз придешь не раз все есть много интересных проектов ульянов послушаешь эту акустику так как ты никогда не слушал потому что наш салон предстоит послушать некоторые вещи так как никто никогда их не слушал многие очень ругали ту же сама пусть франку сербин то есть западный пресс очень хвалебные отзывы а в равно у нас стране были в городе не играет металлежки бегаю на выставку слушал да это просто еще как говорят многие любители на форумах не умеет правильно акустику приготовить нужно правильное помещение нужно усиление и они очень достойно играть ну естественно расстановка то есть это является одной из таких но динамики сзади они чувствительны до краска воноке это как бы является элементом который нужно мы сдавился на с тобой расстанавливали сутки давайте в другой части системы здесь у нас представлен три источника как любит денис на все случаи жизни это винил и проигрыватель акустик сигначи начальная моделька максимус тонарм тоже акустик сигначи моделька 1000 тысяч римской империи да да максимус нел да соответственно голова фонокартридж банден хул план спешил моделька источник сиди правитель мбл а загрузка то загрузка да также идет у них серии короны серии но был который представлены здесь они являются именно щелевая загрузка ну не знаю почему но у них вот таком и кранчик все вот они наживы это кнопочки управляют меню вызываем пожалуйста вот она все идет опять же я как старый дедушка люблю чтобы кнопочка со стрелочкой нажал и она еще щелкнула чпыкнула и понял ну понятно для молодежи в общем ну не то что молодежь но гаджеты и по современной тенденции да я понял но есть пальцы не поделаешь уже а тут все таки это промежуточная компромисс для детей нулевых которые еще были тетрисы но были экраны но еще не было сенсорных экранов тетрисов же тоже были такие кнопочки и у этих телефонов но я помню штамба и софт клавиши это называется я вспомнил забытое название предусилитель из серии корона но сейчас ожидаемую серию но был который приедет и чтобы дополнить и соответственно усилитель мощности серии но был моделька n21 зубастенький он не возникает поддувала котла дом открываешь угольку туда жир кстати зверюга в плане мощности к темы раскачивает на 1 то есть мы здесь громкость когда тут сейчас тестируем ну шкала идет до сотни фактически а у нас сейчас винил по уж подключен на этом фоне поэтому идет соответственно здесь до сотки это разгоняется по громкости мы обычно используем 25-30 максимум то есть 30 от мощности более чем достаточно чтобы заполнить всю нашу комнату то есть они достаточно чувствительные маленькими динамиками здесь немного у нас это экзотики этот ракс это утяжелитель так но я думал это слиток золотой фактически на той золотой а по цене золотой по цене тоже прилично но не как золото нового то есть ребята у кого есть золотые слитки вы можете не покупать эту штуку просто сверху бахнул да да можно лучше с двух сторон мы ждем 2 когда-нибудь поставим чтобы вот так его сделать так он немного некрасиво смотрится руками не трогать руками да да еще блестяще да корпус немного марки но те кто боится берите в белом цвете ничего не заметно все но он же тоже глянцевые тоже глянцы но в белом цвете ничего не видно черный он более марки цвет но любой лак черный всегда марки неважно что это это более марки он не подключен а да пока он здесь не подключен по питанию кабеля отдали на на тест но здесь используется он бы подключен saurum-t это кабель хорта сделано разве хорошие все классно он же может быть как цап у него может есть usb вход соответственно ну то есть полностью как бы и как транспортом может использоваться него есть отдельные цифровые выходы всех трех форматов самых популярных ну вот и как бы вещи очень классная очень тяжелый классно играет то есть там супер это тоже смотрю даже заглушки стоят видео можно проапгрейдить да там можно заказать на заводе зависимости от того что вы хотите отдельно конфигурацию мы усилок тоже у него значит вход есть на xlr есть обычные да и соответственно выходы так а это что такое вот это это подключен сабвуфер сабвуфер компании rail 3 у него проводка да я понял это у них минус один так может было два но я помню не так специально подключает на сабвуфер компании rail моделька 500 десятый да знаю у меня здесь ролик где-то сабвуфер да у меня даже побольше если мы его интегрировали десятка получился очень интересно свои плыть года три уже как бы экспериментируем с трифониками у нас довольно хорошо получается по мнению наших клиентов которые слышим я конечно против всех этих трифоников и и так далее сабвуферов понятно кому нужен баз вариантов немного есть ручка как вот на холодильнике было очень удобно классно таскать очень тоже удобно подумали англичане про нас и они подумали про нас но вообще как можно про нас я имею ввиду инсталлятора всего мира толерантно выразиться а то тебя не все правильно поймут и здесь цифровой источник представлен топовым стримером компании rose это южная корея это рукус это роза насколько он позволяет мне мой английский нет не знаю как точно переводится именно конкретно это жена просто черный ящик чему черные вещи сейчас то есть он сейчас оживет долго пробивается какой экран вовсю нет нет как раз есть полностью для человек который человек выросший на айфонах мой главный айфон и экран сенсорный может показывать 4k картинка фактически это можно смотреть на да можно и можно ролик просматривать youtube можно было ребята купите эту штуку и выкиньте свой телевизор эти можно использовать в качестве тут есть них rose tube это аналог ютуба фактически и можно просматривать видео у него есть hdmi выход то есть можно запустить и один из самых топовых источников по просмотру роликов на ютубе денисов выпустит ролик можно взять такую штуку есть более младшей модельки из модели и смотреть и соответственно у него есть отдельно специальное устройство видите как на это сиди плеер то есть и сиди риппинг то есть есть устройство выносной блок как у компьютера который можно поставить как сиди проигрыватель так и использовать как сиди риппер то есть записать память диск зарипить его и потом слушать его цифровую копию максимально идеальном варианте в представлении компании rose дисководик к нему подключил у него есть все необходимые сервисы куча радио у него может работать он и как файловый транспорт как полноценный плеер как цап может работать не можно подключить сзади него огромное количество входов-выходов покажи даст из утра посмотрим так аналоговые у него xlr и выходы а то вход цифровой а если бы убрали да 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 дважды мяя и 1 h 2 то есть один у них выход это вход а rc шный то есть можно звук да звук для звука дартируемые полагается как все любят так и вот еще один наш диме на этом выхода на это выхода компьютерная это это разъем хэндовский ну это же круто здесь он представлен а и 2s out то есть по сути делает на 9 сделали и 2s выход то есть ваш сам должен тогда иметь вот такой ну здесь это редкое вообще явление я таких там если честно не встречал но возможно где-то он есть ну да где-то он есть можно управлять работает на андроиде надеюсь они не так как мой телевизор у меня телевизор на андроиде тормозит просто кошмар меня он в плане тормознутости такого нету пришло ты посмотри тебе какой-то надежный штраф кучу всего у него есть соответственно можно ставить различную анимацию стрелочки еще что-то то есть это универсальный комбайн очень дать рекомендую людям которые любят портативный аудио наушники отдельно его в качестве файла транспорта какой-то хороший цап в того в того же формата да то есть и можно рядом сидеть и все это листать альбомы и все то есть очень классно и как бы не нужен телефон если в шагу доступности то есть это но это надо возле него сидеть а если портативный наушниках сидит с коротким проводом там метр метр двадцать метра полтора наушников и вы как бы слушаете вот очень я просто проводил тестирование здесь однажды и всем очень понравилось то есть кресло мы ставили сюда и люди сидели и вот это управляли то есть хорошо я понял а если кресло у нас стоит там где должно стоять то наверное им управлять каким приложением да есть родное приложение которое ставится на телефон и все то же самое все работает поэтому вещи очень классные то есть удобно и соответственно можно листать настройки куча всего давай можно забыть и поставить кто-то если хочет опять же для прекрасной половины машины дам сердца дорога большие классные я купил часы сколько стоит полмиллиона рублей не действующий скажешь рублей скажешь бы ничего такие часы по поводу цен на акустику мы это обозначили полембели но по ценам евро до кого заинтересует также скажу что время лишнего не занимать акустик сигначи стол стоит вместе с тонармовой и головой примерно 960 тысяч это уже такой именно high-end не моно брендовый такая сборная солянка алюмиишка до тяжелую классный аппарат то есть для знакомств такого серьезного вот тут когда и тут все-таки попроще поняну да ну рачу мы сравним до почти 9 раз поэтому то есть система именно то есть классная много жанровая не узко специализированные внешне тоже можно подобрать под любой интерьер фактически эти компоненты естественно можно поставить не мбл к ним а какие-то другие но данном сочетании то есть найти где к тему раскачивать мбл им ну попробуйте найдите где пишите в комментариях адреса где увидели до салона приезжаем послушать бесплатно естественно послушать к тему с системой от компании мбл ну акустик сигначи стоит в одном месте и то есть топовый стрим роуз в принципе с сабвуфером нравится захотите если хотите без него поэтому разные варианты можно поставить сочетание я думаю многим будет интересно приехать послушать оценить это если вы доходитесь где-то по волжском федеральном округе будем рады видеть всех у нас гостях что вы оценили эти системы лично и могли составить свои личные представления о том как это может играть как это может звучать и понравится ли вам наше сочетание такое микс данных брендов в нашем исполнении в нашем салоне алексей но спасибо ты сейчас рассказал про стерео системы про как мы обещали входной билет стерео х н а что делать людям которые но стерео может быть ставить не на первый план которые любят слушать слушать смотреть да и слушать слушать многоканальный звук а потом все-таки видео конечно первично для этого ответа нам нужно перейти с зала музыкального в зал кино который у нас есть тоже представлен мы его недавно запустили но у нас есть и дальше в том зале я уже расскажу что можно сделать как можно сделать какие площади ну и также входной билет домашнего уровня сколько стоит входной билет кинотеатр сейчас все знают что у нас кинотеатры плохо работают не так как раньше последние три года не особо хорошо обострилась наверное как сказать спрос спрос обострился есть такой есть все на хотят дома дома уютно чтобы никто не мешал опять же пандемия очень много сыграл на это и пандемии подыграли киностудии которые стали выпускать в стриминг многие фильмы параллельно с премьерами в кинотеатрах последней ситуации у нас это вообще обострилась там ситуация и многие фильмы появляются параллельно с кинотеатрами и как бы их можно смотреть где угодно когда угодно вот ну с максимально комфортным качеством естественно лучше нет места чем свой домашний кинотеатр и я расскажу дальше как это можно сделать и сколько на это можно потратить и соответственно какую площадь ли это можно выделить но я так просто два плюсика скажу про свой кинотеатр можно нажать на паузу их пойти за попкорном потому что когда заплатил 500 рублей вы пропустить фильм и выйти из кинотеатра за попкорном конечно нельзя да ну и конечно мы себя чувствуем комфортно на боимся посмеяться я когда пришел в кинотеатр еще давно со своей дамой сердца и она мне очень громко смеяться и делали замечание это дома можно там за угодно делать поэтому такой эксклюзивный домашний кинотеатр сейчас наверно будет в тренде и пойдем ты нам покажешь что вы там приготовили для нас вот я захожу в кинозал тут у нас такой в этом же т.ц пройти там 10 метров и у нас кинозал бюджетный алексей да мне уже рассказал там словах то есть дешевенький от входной билет сколько сколько стоит я на порог назад на порог я открываю дверку уважаемый господин кассира сколько стоит входной билет с вас 2 миллиона с плюсом 2 миллиона то есть вот там стереосистема была у нас бюджетная 2 с плюсом а это весь кинозал и это весь это включая стены данная отделку звукоизоляцию внешне акустическую отделку здесь основная часть бюджета ушла именно на отделочные материалы плюс кресло и кресло то есть мы даже мебель за 2 миллиончик ответственно это свет вся электрика проводка коммуникации экран звук прозрачный акустика формате 9.1 то есть элемент присутствует сюда же то есть входит пульт управления универсальный который включает одной кнопкой все видео аудио устройства также может пройти освещением также сделано освещение который может регулировать диммировать включаться по сценарию либо просто с обычных клавишных выключателей но опять же как еще заметить люди будут смотреть данный ролик что это именно основная доля левого бюджета ушла вот на разные всякие примочки фишки касательно пульта управления который стоит то сам себе это порядка 200 тысяч рублей потом разные элементы управления освещением кресла отделочные материалы акустические то есть если вы задумаете сделать кинозал то можно сделать элемент касаемо не видно аудио-видео в очень бюджетные деньги соответственно если у вас уже есть комната и унина строить вы не паритесь насчет звукоизоляции да то есть можно из принять только акустические материалы вот который денис большой специалист и у него есть ролики на канале видео где маленькие комнаты для стереосистемы такие же маленькие комнаты могут сделаны для просмотра фильмов пение караоке игры в различные игры приставки нинтендо playstation иксбокс просто комната релакса кстати мебель отечественного производства это российский бренд home cinema home home cinema hall который делает очень давно уже кресло и очень классные мы их эксплуатируем хорошо эксплуатируем наш кинозал можно прийти посмотреть кино за определенную плату если это интересно да такая небольшая коммерческая составляющая связи с тем что в мире то есть после пандемии все другие события люди не так часто ходят в кинотеатры так как они многие закрылись многие не функционируют и сейчас наиболее удобный способ просмотра кино если вас его нет дома именно такого кинозала это вот подобные залы которые есть в частности у нас и многие наши клиенты можно но я могу сказать сейчас вы же не платите колумбии pictures за отчисления колумбии pictures сама виновата да 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 мы как бы законопослушные граждане мы официально как бы сдаем данный кинозал в аренду люди приходят могут своим своим контентом прийти мог принести свои игры там свои какие-то фильмы музыку концерт свой на дисках на флешке поэтому здесь мы не нарушаем законы могу сказать сразу то есть здесь мы именно сдаем зал в аренду потому что хотим чтобы как можно больше людей получили такое небольшое как бы представление о том как это может выглядеть дома и не дать на иметь огромный дом и отдельный там огромные какое-то помещение там 40 квадратов нас самый небольшой кинозал это 14 квадратных метров очень классно получилось отделка акустическая приличная система вот и до тот момент это кинозал обошелся человеку в 600 тысяч рублей на 14 квадратов у меня есть ролик про этот кинозал где я выступаю тоже главной роли если денис разрешит мы сделал ссылочку на него мы подумаем да подумали все посмотрю пройдет ли он цвет да 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 вот и соответственно там мы рассказываем про этот кинозал более подробно и очень интересно получилось то есть маленькая площадь небольшое количество акустических материалов ну да простая обработка я подчеркну как специалист по акустической обработке что здесь конечно помещение за эту сумму она будет все-таки немного переглушена будет отсутствовать диффузия да у нас вот только вот поглощение есть немножечко отражения но это как бы начальный вариант а что вы хотели да то есть если мы уже делаем какую-то более солидную акустическую обработку больше диффузии у нас уже конечно в 2 мы ну простите никак никак не уложили площадь большая помещение ну да и для кино все-таки в отличие от стерео эффект приглушения и убирание порхающего эхо он наиболее важно да алексей но мы тут можем с тобой очень долго акустическую обработку говорить просто у нас диффузия расширяет размер размер кинозала пускай мы можем его заглушить но диффузии расширить еще стенам эффект пространственного звука конечно будет более фантастичный да это другие деньги поэтому мы говорим что это хороший вариант начальный для можно так сказать не придирчивого человека которому в принципе не только не придирчиво опять же можно несколько категорий людей которые захотят подобного рода кинозал у себя дома то есть это не придирчивые люди в плане именно какого-то сверх качества да то есть не кинофил или когда на маны которые заядывают да у них кино существует допустим для такой комнат для детей или там комнат релакса люди которые хотят только познакомиться с миром кино качественного но не хотят платить миллионы и миллионы там не только рублей но и долларов или евро в супер-пупер кинозал насколько это важно да может они его и мне достаточно будет именно такого уровня и смотреть и получать кайф я вот могу сказать от себя лично у меня есть любят на из любимых систем домашних кинотеатров от одного известного бренда компании он ки он такую нашу рекламу сделаем она уже моя модель это не выпускает но слава богу он кио это возродилось и да и дальше продолжает радует наших формат наших клиентов моделька 98 00 это однокоробочный кинотеатр их не их стоимостью в свое время был 150 тысяч рублей который играет и в комнате в 15 квадратов и в 30 и шикарно то есть долби атмос в семь колонок плюс сабуфи плюс усилитель в одной коробке классная вещь если кому-то посчастливится его перехватить где-то на вторичном рынке это берите не пожалеете для кино это классная вещь поставил три комплекта таких люди очень довольны и нисколько не жалеет что взяли именно этот комплект алексей немножко тебя перебью у меня на канале есть как раз таки ролик где кинозал мы строим именно для гурмана кино и в принципе и стерео то есть мы там совмещаем стерео и кино ссылка будет в описании но я думаю сейчас мы тут больше уже все лимиты и тайминги и превысили про кинозал наверно может быть как-нибудь другой раз и про ищу про систему потому что скоро у алексея будут новые аудиосистемы в салоне и мы конечно обязательно приедем их как-нибудь обозревать но сейчас давай алексей мы с тобой прощаемся у меня самолет спасибо всем до свидания всем пока